привет ребята и добро пожаловать в next rp и сегодня вышло новое обновление сегодня четверг 26 0 9 24 года и в общем я зашел посмотреть что тут новенького добавили ребята поэтому присаживайся поудобнее приятного тебе аппетита приятного просмотра спасибо что ты зашел на этот видос и давай посмотрим ну что нажмем на кнопку f4 и я тут видео некоторые глюки происходили сейчас но возможно это у меня что-то связано с компьютером ну ладненько так смотри первое что я хочу сделать мне на extra felt дали промо код промо код работает одноразовое поэтому ребят не пробуйте вводить это промо код том что он не работает так этот промо код давай посмотрим что нам дает так давай вот какой то у общем ты понял да давай посмотрим так нажимаем применить им не дали 5 миллионов и 10 тысяч доната прикольно спасибо так ну что давай посмотрим что тут добавили заходим снова обновления и тут по какой-то причине я не вижу ни ки картины Так, я не знаю, я уже несколько раз перезаходил, может быть, какой-то лично у меня глюк произошел. Так, ну тут, насколько я понял, какое-то крупное обновление. Сейчас мы с тобой его посмотрим. Так, ну что, корректировки тут какие-то, настройки игры, в общем, понятно. Если тебе вдруг что-то интересное, можешь посмотреть. Так, убран багажник из автомобиля Bugatti Atlantic. Угу. Обновлены стандартные колеса у Nissan GTR. Улучшена работа тормозов Nissan 240SX. Прикольно. Так, и тут улучшена работа, подвески и устойчивость автомобиля Bugatti Centediate. Кстати, я не помню, есть ли у меня Bugatti Centediate или нет. Блин, было бы прикольно посмотреть. Так, исправленные баги. Я не знаю, что-то произошло. Но это, видимо, скорее всего, я не знаю. Это лично, видимо, у меня какой-то прикол. Может быть, это исправленные баги. Так, в общем, тут какие-то баги исправили. Ладно, это тоже неинтересно. Можешь потом посмотреть, почитать. А дальше что? Клановые улучшения тут должны быть. Тут много чего должно быть. Угу. Я не знаю, что произошло. Смотри, тут написано, что исправлена выдача награды за достижение BMW M5 CS Superjet. А что это? Что-то как-то я не понимаю. Как-то немножко все куда-то поехало. Ладно, давай тогда разберемся сами, что тут добавили. Блин, что это? Почему так? Почему так? Подожди, уникальное предложение. Не, подожди, там что-то еще должны были добавить. Вот, смотри. Какой-то набор. Еще какой-то набор. Не, ну так не пойдет. Может быть, я еще перезайду. Блин, ну так не пойдет. Так, ну что? Я перезашел. И давай посмотрим, что тут все-таки изменилось. Что-то добавили. Давай с тобой зайдем сначала в акции. И посмотрим, что тут интересного добавили. Тут какие-то кейсы по скидке. Но это, конечно, мало меня интересует. Меня больше интересует обновление. Потому что там было написано, что что-то интересное добавили. Так, смотри, подарок. Давай с тобой получим подарок. Вот, я не знаю, почему у меня опять этот белый кейс. Так, кейсы по скидке. Тут, видимо, скорее всего, какая-то распродажа. И вот это мне нравится. Это доставка подарка. Выбираем набор. Через неделю получаем подарок. То есть, заходите сюда, выбираете, какой подарок хотите. И там через неделю получите подарок. Это, конечно, все прикольно, все замечательно. Но! Я не знаю, что за прикол происходит. Но по какой-то причине у меня все белое. Я не знаю. Нажимаем F1. Давай еще раз. Обновление. Ну да, все абсолютно то же самое. Блин, ну так даже не посмотреть, что тут добавили. Потому что. Смотри, когда я заходил в NextRP, в Telegram канал. Возможно, это у меня какие-то глюки. В общем, когда я заходил в NextRP, там сказали то, что переделывали автосервис. Ну, хотя здесь не написано, что автосервис, а написано, что клановая переработка. Но я хотел бы, конечно, увидеть новый автосервис. А также у меня есть куча идей по поводу автосервиса. Действительно, хотелось бы сделать уже так, чтобы машины ломались раз и навсегда. Это было бы прикольно, если машина ломалась раз и навсегда. Типа, ну сломалась и все. Больше ты, типа, нифига не починишь. Так, ну тебе просто надо будет вызывать эвакуатор, ехать с ним и так далее. Ну что, давай посмотрим. Тут я зашел в Telegram канал. Ну, сейчас я вот тут буду чуть-чуть двигаться. Смотри, тут добавили во фракции бесплатное получение оружейных инструментов раз в 2 часа. Это вот для фракционников. Также клановое улучшение. Добавлен магазин. Раздел аксессуары. Так, новые аксессуары позволят стильно выглядеть твоему клану и выделяться из толпы. Добавлен журнал сбора мзды в кланах. Хорошо. Ограбление магазина. Увеличена награда за ограбление. Кстати, я ни разу не пробовал грабить магазин в Экстропе. Это будет интересно, конечно. Посмотри, как это сделано. Смотри. Расширение кастомизации автомобилей. Что бы это ни значило. Также добавили новый набор. Сверхъестественное. С новым автомобилем. Chevrolet Impala 1967 года. Также новый набор. Сюрприз с автомобилем Ford Fiesta. Также добавили новое оружие. Но это, видимо, дизайн оружия. FN F2000. Неон 14 уровня. Также уникальный автомобиль. Уникальники. Кексы. Кейсы. Карактировки. Фиксы. Так вот, смотри. Что я еще хотел посмотреть. Тут был какой-то прикол. В Экстропе тут был написан. Сейчас тебе скажу. Вот. Смотри. Теперь ремонт на СТО станет еще реалистичней. Автомобиль должен быть заглушен. Чтобы его можно было починить. Но это, конечно, не так. Я бы сказал, очень интересно. Вот именно глушить автомобиль. Но можно было бы сделать, чтобы если автомобиль сломался, то вызывать эвакуатор. И это было бы намного прикольно, чтобы машина вообще не ехала. Либо кто-то мог довезти тебя на тросе. Там прикольно было бы такое реализовать. Шкала прочности будет восстанавливаться не мгновенно, а постепенно. А, ну это ремонт именно. Все, что связано с ремонтом. А плата за починку будет списываться с вашего счета только после завершения всех ремонтных работ. Ну, слушай. Но тут также написано, что не только корректировка именно сервиса. Тут также было написано, вот смотри. Ремонт транспорта. Ну все, тогда все правильно. Также тут было еще какое-то улучшение. Да, вот смотри. Расширение кастомизации авто. Что бы это ни значило. Ну ладно, давай как раз возьмем Центодиете. Посмотрим, что там из нее сделали. Центодиете. Да, есть она у меня хорошо. И посмотрим, что в ней изменили. Сказали, улучшили стабильность. Стабилизацию, я не знаю. По идее... Ой, кстати, неплохо. Она так стартует. Довольно-таки прикольно. Так, ну давай прокатимся. Посмотрим, где тут есть автосервис ближайший. Так, ну что, где там F11? Где бы мы с тобой не находились. Еще бы найти бы, да? Так, мы находимся где-то здесь. Ближайшая СТО, заправка. Ну да, ближайшая ремонтная мастерская где-то здесь. Но нам нужен именно тюнинг. Поэтому поедем с тобой в город. Ну, в принципе, хочу сказать то, что Bugatti с NtDT стала выглядеть как-то, ну, совсем по-другому. Я скажу так, что задница у машины, мне кажется, была совсем другая. Я не знаю, опять же, может быть, мне это кажется. Но, как ты видишь, зад автомобиля, мне кажется, был, ну, как-то переделан. Особенно глушитель. Мне кажется, она так вообще не выглядела. Мне кажется, она абсолютно так не выглядела. Да, она стала более, как сказать, более маневренная. Я не знаю, кстати, на R или на X она у меня протюнена. Но она стала более маневренная. Как бы это ни было связано. Но, опять же, так же, машина очень плохо тормозит, как и раньше. Ну, и кроме того, что она плохо тормозит, она не поворачивает на скорости отчасти совсем. Так, ну что, давай посмотрим. Тут у нас, ну, на R, на X. Так, блин, слабовато, конечно, протюнена. Я не знаю, опять же, что у меня с этими картинками. Но, в принципе, едет и едет. То есть машина едет и едет. Давай попробуем ее с тобой, ну, может быть, разбить, посмотреть, что тут добавили. Ну, что, ба-бам! Да, ничего не сломалось, что ли? А, нет, сломалось. Давай попробуем полностью сломать. Интересно, как машина едет. Да, еще разок. Бам! Ба-бам! Все, прекрасно. Все, мы с тобой разбили машину. Машина все равно едет. Я не знаю, кстати, прикол. Ну, уже не нужно, то есть, арестану, типа, добавлять там, знаешь, такое вот, типа... Ну, я не знаю, короче. В общем, ты понял, про что я имею в виду. Ну, давай посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. В принципе, она едет, сломанная так же едет. Ну, слушай, машина, как будто дизайн, как будто стал другой. Да, у ГТР еще были диски поменены с колесами. Ну, опять же, не знаю, сейчас посмотрю. У меня есть ГТР, но я не уверен, что у меня там стоковые диски. Так, ну что, подъезжаем. И... А что тут изменили? Что тут изменили? Давай оплатить. Ну и вот, она чинится. Кстати, глушить мне не пришлось машину. Не пришлось мне глушить, машина сама заглушилась. То есть, она починилась, после этого списали деньги. Да, после этого нужно будет завести. Ну, слушай, ну не такая уж прям супер, прям какое-то нововведение, но, блин, ну довольно-таки прикольная. Я не знаю, как это повлияет. Знаю. Многие люди, есть такие, знаешь, коварные люди, которые, знаешь, типа убегают от полиции и чинятся здесь, знаешь, типа быстро, без остановки, вот так, хоп, починились и поехали. Это как-то нереалистично. Так же, как и нереалистично врезаться, это как пыль просто какой-то конченый на полной скорости в меня. Вот, вот, вот именно из-за таких, наверное, скорее всего, ввели это нововведение. Ну что, давай посмотрим, что тут по тюнингу. Что тут изменили, что тут добавили. Так, ну, машина выглядит, в любом случае, очень красиво, поэтому, не знаю, ничего тут особо менять не буду. Давай посмотрим, что тут могли добавить. Внешний тюнинг, по идее, да? Внешний тюнинг, рамка номера. Да, вот, вот что тут добавили. Номерные рамки. Не знаю, насколько это тоже прикольно. Audi, Lada, Lexus, Toyota, BMW. BMW. Слушай, ну, у меня ни то, ни другое, поэтому... Ни Lada, ни Lexus, ни BMW, ни Toyota, поэтому даже не знаю. Ну, давай на XTRB купим с тобой. Ну, прикольно. Прикольно, необычно. Не знаю, добавляет ли это к стоимости номеров стоимость вообще, в принципе, но прикольно. Прикольно, необычно. Так, ну, больше, по идее, ничего, наверное, не должны были добавить, но из того, что я, по крайней мере, читал в телеграм-канале. Если я что-то забыл, то пишите мне об этом в комментариях. Так, ну что, давай посмотрим, что тут кейсы. Что тут новенького. Ну, по идее, вот какой-то новый кейс, да? Блин, ну, я не знаю. Это у меня какой-то прикол. Вот кейс сооружения, кстати, мне дали в подарок. Еще какой-то кейс дали в подарок. Это, конечно, все прикольно, все замечательно. Ну, а вот еще подарок. Давай без этого откроем. Аптечка. Хорошо. Давай посмотрим, что тут поуникального. Там добавили новую машину, насколько я понял. Сейчас мы с тобой ее посмотрим. Кстати, вот эти машины нормальные, а вот наборы, что-то с ними не так. Вот импала. Кстати, за 999 довольно-таки дешево. Импала, а здесь Ford Fiesta. Не, Ford Fiesta я покупать точно не буду. И по номерам Toxic 777. Знаю, посмотрим. Так, ну что. Давай с тобой что? Ну, тут больше ничего нового не добавили, поэтому... А, вот. Банан-ракета, да? Или нет? Нет, это не ракета. Это, видимо, обычный банан. Но больше не знаю особо, что тут можно приобрести. Давай с тобой приобретем, конечно же, эту импалу. Стоит она недорого. Слот мне предлагают зачем-то купить. Давай купим. Так, отлично. Купили с тобой слот. Быстренько с тобой берем, значит, импалу. У меня, наверное, слоты закончились, да? И нужно будет, видимо, продать некоторые машины. Которые мне не нужны. Да, Arteon. Хавал я, наверное, не буду продавать. Где-то импала должна быть. Так, импала. А где импала вообще? Подожди, я ее купил. Импала. Подожди, я ее купил или нет? Разблокировать. А, подожди, у меня нету мест вообще, что ли? Подожди, с меня не списали донат? Подожди. Ну да, с меня не списали. То есть с меня списали просто 600 за слот. Да, видимо, скорее всего, придется что-то сдать. Придется что-то сдать. Я не знаю даже что. Блин, ну что за импецилы тут ездят? Мне вот это не нравится, когда постоянно врезаются какие-то дауны. Есть, конечно. Ну, блин, ну что поделать, ребят? Ну, бывает, бывает. Ну, действительно. Ну, блин, зачем на полной скорости въезжать? Да, вот именно из-за этого сделали другой ремонт. Я не знаю, может, люди так проверяют ремонт? Ну, давай. Смотри. Заходим с тобой в продажу транспорта. Посмотрим, что мы с тобой можем продать. Кстати, по идее, мотоциклы тоже считаются за слот. Поэтому можно было бы и этот продать, да? И то. Ламборгини, Феррари. Нет, ну такие машины я, конечно, продавать не очень сильно хочу. Именно дорогие машины. Но что-нибудь такое, типа... Муравей. Да нет, жалко. Форт Краун Виктория. Жалко. А что мы там выбили из последнего? Мне кажется, мы 100% с тобой выбивали какую-то машину, которая нам вообще не нужна. Угу. Кастом картинг. Делориан. Да нет, я даже не знаю, что мы тут из этого могли... Кстати, я только недавно узнал то, что я продал BMW X7. Это вот чисто случайно я продал BMW X7. Было довольно-таки, ну, жалко ее. Так, ну... Даже не знаю, что тут могу продать. Porsche Taycan. Кстати, может быть, он и не нужен. Не такая уж уникальная машина, Porsche Taycan. Можно было бы, конечно, попробовать продать. Лада, Райван, Спайдер. Слушай, ну, блин, мне кажется, мы 100% что-то с тобой выбивали. На риммак не вера. Даже не знаю. Блин, можно муравей. Да не жалко, блин. Ну, я, конечно, не очень сильно прям люблю мотоциклы, поэтому даже не знаю. Муравей поменять на импалу. Ну, даже не знаю. Вдруг мне она пригодится. Козель. Lada, Kalina Underground, может быть. Да, может быть, все, что надо с надписью Lada вообще, в принципе, продать. Toyota Supra Special. Кстати, прикольно выглядит. BMW M6 Next. Кстати, не очень-то и красивая машина. А, нет, это не это. Там есть еще одна Next-то машина. Она мне не очень сильно нравится. Может быть, конечно, ее пульнуть. Так, блин, ну как она? M Next, вот это, что ли? Так, блин, а я не помню, я там, наверное, по техпаспорту, наверное, очень хорошо. Да, наверное, не будем тогда ее продавать. Серьезно? Такой сложный выбор. Ты представляешь, я сижу такой, на ролике сидим, так выбираем, какую машину слить. Блин, ну это же не стрим, да? Баги. По идее, это хорошие баги, да, у меня? А класса, да. Блин. Может, там все-таки посмотреть? В сдаче автомобилей в этот, в ГОСКу. Точнее, не в ГОСКу, а в утилизацию. Может быть, таким образом я пойму быстрее, какие у меня машины есть, какие мне совсем не нужны. Ну, блин, ну Теслы, конечно, я не хочу сдавать это, я тоже не хочу сдавать. Слушай, ну что, блин, у меня так много машин, блин, и мало мест. Я не знаю, вроде как я пополнял дом, поэтому вряд ли это связано с тем, что у меня нет слотов в доме. Видимо, скорее всего, у меня просто уже перебор пошел по слотам. Да, здесь тоже ничего. BMW. Arteon. Вот. Добавить в утилизацию. Все, утилизирует. Все, отлично. Нашел Arteon. Все, у меня был Arteon. Все, это тоже мне не очень сильно нужна была машина, поэтому неплохо, что мы с тобой ее сдали. Кстати, у меня тут 1800 есть. Блин, 1800? Насколько это хватит? А, давай. Три кейса откроем буквально. Так, ремки, ремки. Пожалуйста, только не машина. Если бы выпала бы сейчас машина, была бы беда, потому что не было бы мест. Так, ну что, поехали. Заходим с тобой в уникальное предложение. Так, вот он, наша Impala. Покупаем. Все сверхъестественное. Приобрели. Все, Impala, 1967 год. Нам дали достижение. Кстати, мы получили еще... Что мы там? Подождем, там что-то еще было. Да, в этом наборе. Ты так сильно прям поспешил. Там что-то было в наборе, да? Блин, что-то там было. Так, подожди, где-то вот здесь, да? Там Дин, слот для транспорта, премиум и Дин. И наклейка какая-то странная. Ну давай, ладно, поехали за тачкой. Я думаю, для начала мы с тобой оденем скин. Именно скин вот этого Дина. Это же что-то новенькое, да, по идее. Так, это что-то новое. Поэтому, Дин, почему бы нам с тобой не одеть? Так, Дин, Дин. Одеваем. Все, мы получили с тобой первый скин Дина. Я не знаю, новый этот скин или нет, но, в принципе, мне кажется, что я его раньше не видел. Так, и у нас что? У нас 1900... Понял. 1967 года. Это Impala. Берем. И у нас вот такая старинная классная машина. Слушай, ну, очень круто выглядит. Прямо действительно сверхъестественная. Я помню, что, наверное, в году, в 2012-м, 2013-м, я смотрел сверхъестественную. Помню тогда как раз он только, наверное, начал зарождаться. Было довольно-таки прикольно смотреть его. Так, ну что? И вот она как раз та самая тачка. Я не знаю, стоит ли на нее что-то делать. Ну, давай, наверное, потянем. Слушай, управление очень хорошее. Оно такое валкое, но интересное. По идее, машина должна быть С-класса. По идее. Да, С-класса, и у нее бронестекла и особая модель. Чего себе, прикольненько. Ну, и давай, я не знаю, что мы можем купить. Ну, сверхъестественного номера нету. Мы с тобой такие номера приобрести не можем. И мне тут какое-то сообщение пришло какое-то интересное, да? Так, ага. Машина на распродаже. Ну, хорошо. Так, ну что? Давай с тобой что сделаем? Наверное, пойдем в тюнинг, посмотрим, что мы с тобой можем сделать. Может, рамку поставим на номера. Да, ну, не знаю. Ну, номера особо, я не знаю. Мне тем номера не нравятся, которые уже продаются. У меня, по идее, в инвентаре, наверное, ничего хорошего нету. Да. Единственное из хорошего, что мы можем с тобой купить, это внешний тюнинг. Вау. Подожди. Сплитер. Сплинтерцел. Подожди, сплитер. Как он выглядит? Блин, сплитер. А, понял. Это вот эта губа. Все, хорошо. Губа. Передние фонари. Мы можем очки. Нифига себе. Очки можем одеть в машине. Видимо, скорее всего, плохое зрение. Значок на багажнике. Снять шилдики. Я снимать шилдики не буду. Передние расширители. Снимать шилдики я тоже не буду. Передние бамперы. Давай посмотрим, что там можно сделать. Что это? А, какие-то антенки. Блин, прикольно. Давай поставим. Так, какие-то антенки. Не знаю, что это за антенны. Правда, для чего они нужны. Пока без понятия. Задний бампер. Карбфиллер. Не знаю, для чего это. Может быть, не знаю. Напряжение, электричество сбрасывает с машины накопленные. Не знаю, правда. Но выглядит довольно-таки убого. Ну, давай поставим. Так, передний бампер, задний бампер. Прочее. Снять молдинги. Да нет, наверное. Туповато смотрится. И вообще, наверное, весь дизайн, который есть на этой машине, он как-то немножко убого смотрится. Поэтому я даже не знаю. Наверное, сплиттер можно было бы одеть, потому что машина как-то более грозно смотрится. Также передние фонари. Я тоже сделал очки, потому что довольно-таки прикольно смотрятся. И задние расширители. Рамка номера. Прочее. Прочее. Нет, снять молдинги не буду. Задние фонари. Ничего у нас нету, да? Поэтому рамку. Мнекс. Не знаю. Тойота. Лада. Бельгин. Мерседес. Бенц. Экстропе. Тойота. Ауди. Нет. Нет. Не буду. Давай на экстропе поставим. Будет прикольно смотреться. Все. Здесь все. Давай, наверное, с тобой что сделаем? Давай с тобой поставим тренировку. Наверное, 50. Будет красиво смотреться. Можем, кстати, сразу открыть дверь и посмотреть, что тут под капотом. Едить под капотом. Все очень даже круто. Сиденье вот это бабушкиной. Какая классная машина внутри смотрится. И багажник красивый. Ну, слушай, ну, моделька хорошая. Можешь также написать в комментариях, оценить. Будет. Я думаю, некоторым будет интересно. Почитай комментарий. Подвеску. Давай, одноконтурную сделаем, чтобы можно было занижать машину. Мне кажется, если ее занести, будет еще красивее. Диски трогать не буду. Номера. Наверное, покупать не хочу. Это что? Сверхъестественную. СВР номера. Да нет. Как это улыбка? Типа 667 СВР. Типа сверхъестественную. Сверх. СВР. СВР, блин. Да нет. Ну, как-то сверхъестественно. СВР. Ну, блин. Ну, нет, наверное. Сколько такие номера вообще стоят? Десятку, наверное. А мы можем номера купить. Да нет, наверное. Не буду, наверное, сюда никакие номера покупать. Это как-то глуповато. Давай купим то, что мы с тобой уже взяли. И давай посмотрим, что мы с тобой сможем по тюнингу сделать. Слушай, ну, уже внешне выглядит красиво. По номерам. Ну, сверхъестественно. Ой, ё, что у меня? Как будто браузер открылся. Я говорю, это чисто у меня какой-то прикол. А может и нет. Я не знаю. Токсик. Нет, токсик тоже как-то мерзко. 777. Давай 777 купим. По идее, у меня такие номера уже есть, поэтому... Ну, тебя, насколько это прикольно. Что, правда, ты упала? Ну, давай. Давай купим. И сменим регион. Я не знаю. Может, какой-то 77-й может доступен. Либо 777-й. Не, 777-й наверняка кто-то уже занял. 777-й наверняка тоже кто-то занял. Ну, да, молодцы. И 07-й, наверное, тоже заняли, да? Все, что связано с семерками, все позанимали. Не, 07 можно поставить. Но флаг тоже, в принципе, неплохо. Даже не знаю. Даже не знаю. Блин, ну как, 799 неплохо смотрится, да? Блин, 797. Давай 797 поставим. Я не знаю, для чего, но давай приобретем. Так, давай приобретем, не знаю, для чего. Ну что, номера поставили? Так, как бы это странно не смотрелось. Ну ладно, хорошо. Номера, так номера. Я не знаю, не осуждаем, ребят, в комментариях никого за номера. Это для красоты, для коллекции. Но нафиг она надо. Да, ну, блин, хотя я вот обожаю номера, когда на машине классно. Я это всегда замечаю. Так, ну что, здесь все, здесь все. Осталось внутренний тюнинг. Давай посмотрим, что мы с тобой можем сделать. X, заходим сразу X, у нас ничего хорошего нет. Поэтому первое, что мы с тобой делаем, это давай затаримся на X десятку. Хватает купить. Все, прекрасно. Что-то уже появилось. То есть у нас появилась трансмиссия. У нас появилось с тобой что? Подвеску не будет. Турбина появилась. Хорошо, подвеска, турбина появилась. По R, что у нас тут есть? Чего хорошего, да? По управлению мы особо ничего сделать не можем. Ну, давай. Давай попробуем вот эти за донат. Не за, давай прям бахнем. Иксы. Ой-ой, что-то какая-то хрень упала. И R-ки бахнут. Ой, прям, что-то какая-то хрень какая-то нападала. Блин. Турбина. Трансмиссия. Даже движок не упал. Давай движок такой будет. Шины. Ну, слушай, ну прям, не знаю. Подвеска. Тормоза. Чиповка, по идее, падала. Нет? И чиповка не падала. Ничего-то как-то так себе сегодня по тюнингу. Но, в принципе, вот так. Как думаешь, нормально? Я думаю, нормально для первого раза. Так, ну давай. Для первого раза, думаю, более чем достаточно. Но мы потратили, блин, огромное количество доната. Да, мы потратили огромное количество доната. И, ну, в принципе, машина получилась. Машина получилась неплохая. Вот так мы с тобой потюнем. Поначалу, скажу так, что машина очень валкая. Но она не пытается перевернуться. То есть она тяжелая. То есть она тяжелая, это, знаешь, как корабль. После тюнинга, ну, слушай, ну, я уже вижу, если даже не брать лютый разгон, то, в принципе, машина поворачивает. В дрифт с ручника она не уходит Это сейчас я на бордюре Ну так вот в дрифт она не уходит То есть, ну, не, а не, с ручника нифига себе С ручника дико Но смотри, она сразу выруливает Она сразу выруливает даже Вот смотри, просто ручник нажал и прямо держу Вот видишь, она сразу выравнивает ровно прямо То есть машина едет как трамвай По салону, ну блин, ну что, ну старый салон, старые тачки Но выглядит круто, 67 год все-таки Тогда не было вот этих всяких планшетов, экранов, компьютеров Ноутбуков, всего этого не было Так, ну что, 357 км в час у него максималку Ну для C-класса, я думаю, более чем даже достаточно Разгоняется плавно, тормозит плавно То есть ничего такого, как бы, не вижу в этой машине Оху, нехорошего Поворотники, да, кстати, как у всех американцев, красные Ну неплохо Спереди оранжевый, задний красный Не знаю, почему так было сделано Может быть, для экономии лампочек Либо для экономии оранжевой краски Так, ну что, разгоняемся Ну неплохо, дорогу держат Сразу говорю, вот смотри Это я на всю жму То есть я пытаюсь ее на всю раскачать Не получается В гору она не заедет Машина, конечно же, задний приютный Это, кстати, а тормоз жму Да Не одним мы тут с тобой тормозы Здесь тормоз тоже в машине есть Ладно, хорошо Так, ну на гору она не заедет Поэтому даже проверять не буду Ну давай, как обычно, тест по бордюрам Ну то есть неплохо Я так сказал Блин, штраф пал Повесили мне Зараза Ну, да нормально Фига себе Фига 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 ты это видишь? Я и по полям, и по бордюрам Слушай, эта тачка и по полям, и по бордюрам, да? Чего? Реальнее по полям, и по бордюрам, и как угодно Просто эта тачка, которая едет как угодно Блин, прикольно Слушай, ну мне в принципе нравится Мне нравится эта машина Я ее оцениваю, конечно же, на 10 из 10 Потому что, ну блин, а чего еще ждать за 1000 донатов И очень крутая тачка Не знаю Мне претензий к машине нет Лично Есть претензии, конечно, по скину Вот этому кривому Но, опять же Авторские права, и так далее Ну все Хорошего тебе дня Спасибо за просмотр Ну, и Береги себя Да, еще, еще, еще Можно пожелать здоровья Береги И До следующего видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok